приветствую вас дорогие водолеи давайте посмотрим что приготовила для следующую неделька с 10 по 16 октября стучит гремит сердце успокоит посмотрим кратенько работа финансы личные отношения ваше эмоциональное состояние основа ситуации пятерка жезлов карта конкуренции она говорит о том что на следующей неделе нужно будет проявить упорство для того чтобы получить то что вы хотите то что вы желаете возможности показать себя миру и быть конкурентным по отношению к другим людям для того чтобы получить то же что хотят и они ладно давайте смотреть стучит восьмерка копков в принципе карта достаточно позитивная она говорит о том что если была какая-то негативная ситуация она уже уходит или вернее сказать вы уходите от этого негатива для многих действительно проиграется как дорога как поездка гремит вам предложение туз копков то есть какая-то новая возможность новое предложение которое вы ждали которое вы хотели предложение которое принесет вам радость для кого ты безусловному что указывать на зачатие для кого-то может указывать на рождение ребенка да то есть вот Вот эти моменты здесь есть. В плане работы выпадает шестерка кубков. Данная карта говорит о том, что если вы работаете, могут появиться люди из прошлого. Например, ваши бывшие коллеги, либо бывший работодатель с каким-то новым приложением для вас. Вот этот момент есть. Если вы ищете работу, то же самое. То есть может кто-то появится с прошлого. Это могут быть и люди, это могут быть и компании, это могут быть и приложения. Чтобы вы вернулись на ту работу, на которой вы работали раньше. Вот этот момент проигрывается. В плане финансов четверка кубков говорит о том, что финансы есть, но они с вашей точки зрения недостаточны для того, чтобы покрыть все ваши желания и все ваши предпочтения. Смотрите, по данной карте еще проигрывается шапоголизм. Например, немножко зауныли, захандрили, пошли пройтись по магазинам и просто купили то, что вам не нужно. Поэтому будьте осторожны в этом плане. Потому как, может, изначально планировали window shopping, то есть витринный шопинг, пойти посмотреть, что есть в магазине, да? А потом не сдержались и купили, и купили что-то ненужное. Вот этот вариант проигрывается. Но опять-таки, в плане финансов здесь могут быть предложения для вас заработать где-то денежку на стороне. Поэтому не пропустите этот шанс. То есть могут быть какие-то частные заказы, когда люди приходят, говорят, сделай мне вот это. Я себе заплачу вот столько. Ладушки, давайте смотреть личные отношения. Двойка жезлов. Карта планирования. То есть для тех, кто не находится в парах, это может быть потенциально выбор между двумя партнерами. Либо в принципе определение, чего вы хотите в личных отношениях. Для некоторых может проиграться желание усидеть на двух стульях. Потому что, смотрите, держит и этот жезл, и тот. То есть не хочется отпустить какой-то один, хочется удержать оба. То есть усидеть на двух стульях. Поэтому давайте смотреть, что здесь у вас. Если вы не находитесь в личных отношениях, то есть вы не в паре. Здесь может проиграться этот вариант, чтобы вы обратили внимание на человека статусного, достаточно интересного, богатого. Для кого-то это может проиграться, как ваш начальник, например. Но человек здесь не свободен. Вот этот вариант. И, соответственно, взвешиваете свои возможности и думаете, что делать в этой ситуации. Для кого-то может проиграться просто, чтобы вы обратили внимание на человека, не из своего круга. И думаете, есть у вас возможности как-то преломить эту ситуацию или нет. Вот этот вариант. Для тех, кто находится в парах. Смотрите как. Здесь не очень позитивные карты, которые говорят о том, что на данном этапе вы могли удалиться друг от друга. То есть это может быть в силу расстояния, вы можете быть не вместе сейчас. И, соответственно, нет вот этой эмоциональной сильной связи, которая обычно есть между людьми. В силу того, что расстояние здесь является препятствием. Опять-таки, здесь может быть еще и какая-то конфликтная ситуация, когда вы заявили своему партнеру о том, что данное положение вещей вас не устраивает и что нужно что-то менять. Давайте смотреть, что здесь у вас. Потому что настроены вы здесь очень решительно. Такое ощущение, что вы в паре, но чувствуете себя одиноким, либо одинокой. И вот по луне идут переживания, сомнения. Пытаетесь закрыться от этой ситуации, не показывать свои чувства, свои эмоции. Но в то же время не особо понимаете, что же вам делать с этими отношениями дальше. Вот видите, эти отношения стали ложиться на вас каким-то тяжелым грузом. Пока тянете. Но мысли и планирование на будущее уже у вас выходят здесь, на первый план. Понимаете, что ситуация не совсем вас устраивает и нужно что-то с этим делать. Но не совсем понимаете, что именно. Ладушки, давайте посмотрим ваше эмоциональное состояние. Паш Пентакли. Карта новых возможностей. То есть ваш ориентир на следующей неделе будет на новые возможности. Кто-то действительно будет вкладываться в свое обучение. Кто-то будет вкладываться в своих деток. В любом случае здесь желание освежить свои знания, пополнить свои знания. Получить какой-то новый опыт. Вложиться во что-то новое. Во что-то вложиться в плане ресурсов, чтобы была потом отдача в будущем. То есть в плане эмоций. Здесь эмоций как таковых нет. Здесь достаточно разумный подход. Вкладывание в бизнес, в карьеру, в свое обучение своих деток, в обучение своих деток, если у вас детки есть. Вот такого плана. И сердце вам успокоит королева чаш. Это может быть и подруга, это может быть и мама, и сестра. В любом случае это женщина водной стихии. Чаще всего проигрывается как рак, рыба, либо скорпион. И соответственно общение с этой женщиной вам принесет успокоение вашему сердцу. Безусловно, для мужчин эта женщина может проигрываться еще и как любовница. Этот вариант тоже есть. Видите, пообщаетесь с этой женщиной, она вам даст надежду. Выпадает старший аракан, звезда, который говорит о том, что человек вас успокоит, поможет вам решить какие-то вопросы. И общение с этой женщиной пойдет вам на пользу. Вы снова обретете мотивацию. Возможно, у вас снова появится надежда, желание что-то творить, что-то делать. И совет, карта движения. То есть если планировали какие-то поездки, переезды, вот сочетается, кстати, очень хорошо. Вам гремит какая-то поездка. И совет, да, если поездка выходит вам на повестку дня на следующей неделе, отправляйтесь. Она пойдет вам в пользу. Давайте посмотрим, что здесь. Если меня смотрите на эзотерике, то действительно вкладывание в ваше обучение, возможно, даже поездка на какие-то курсы, либо переезд куда-то с целью получения дополнительных знаний, здесь тоже проиграется вам плюс. Если хотели пойти к эзотерику, чтобы разрешить какие-то вопросы, которые вас волнуют, тоже проигрывается это плюс. Да, потому что вот были какие-то моменты в жизни, которые привели вашу жизнь в диск, гармонию и дисбаланс. Смотрите, мои девочки, мальчики, выпадает вам международная поездка в перспективе. Ну что же, мои хорошие, пишите мне, как проигрывается, либо не проигрывается для вас этот расклад.